Всех приветствую, я Эдмон Кудаян, член сборной России. Сейчас мы находимся в Марокко, я вчера провел бой, вышел в финал, а сегодня хочу вам показать такую маленькую экскурсию по нашему отелю, где живет сборная России и все спортсмены. Здесь Мага, Саума, здесь у нас находится Алиско, но мы находимся. Мы тренируемся, 4 гигабры дорожки, на лапах, но что делать? Когда перед боями тренироваться, чтобы худеть, нам подойти к весу. Здесь вот вес делаем, тренажер и все. Когда мы вот только приехали, начали тренироваться, было очень много народу, и надо было быстро-быстро себе бронировать, так скажем, тренажер. А так, как бы удобство нормально, и все ребята как бы довольны. Здесь вот восстановительный комплекс спа, проходите дальше, там баня, хамам, как бы. Но стоимость отеля, кажется, не входит. Мы с ребятами узнавали, стоит, ну, наши деньги, там, 300 гирхан на наши деньги, это полторы тысячи, вот стоит 30 минут, там, хамам и бани. Так что, ну, мы не ходили, мы тренировались, как-то так вес сделали, без бани, без всего. Здесь столовая в гостинице, вот столовая, мы питаемся, здесь все спортсмены, как бы кушают. Очень много стран, но, если честно, вот минус такой, вот иногда вот тут скапливается столько много народа, и маленько не успеваешь, а так нормально, еще вот летник есть, вот там на улице столики стоят. Как бы все хорошо, там, первое, второе, сладкое, как бы, там, вода, воду дают постоянно с собой брать. Кока-колу спрать наливают, мы не пьем, потому что у нас режим, все, вес. Кормят вкусно, только, знаете, вот маленькая такая еда, как бы, она не спортивная, вот даже завтраки, как-то мы вот с ребятами ходили в магазин, покупали там мюсли, всякие, вот, да, ну, вот, потому что у них вот, ну, и в больших зарубежных, в других зарубежных городах, как бы, они не понимают, что там утром, да, надо там кашу, там, или яйца, яйца, как бы, есть, но вот на одних яйцах тоже, как бы, сил не будет, так что мы вот ищем выходы, вот, и ходим в магазин, покупаем всякие хлопья, да что, а как будет, ну, а так завтрак хороший, сладкого очень много дают, пытаемся себя сдерживать, но иногда срываемся. Это вот летний, так скажем, вариант, здесь тоже вот столики, да все, вот, тоже можно здесь, когда тепло, покушать, ну, тоже вот вечером собираемся, вот после боев вечера, когда приезжаем, здесь с ребятами сидим на улице, все равно, что в номерах скучно, вот здесь со всей командой собираемся, Виктор Борисович, главный тренер, тоже на улице сидим, обсуждаем бои, как бы, погода тоже позволяет, особо не холодно, вот сейчас пройдем, так скажем, в наши номера, в наши домики, мы уже так наши дома-бунгалами называем, так что мы в Африке находимся. Здесь вот как раз первое окошко Виктор Борисович живет, я, мой сосед Шумков, Василий Егоров, Габил Мамедов, с нами еще в этом корпусе вроде бы Сверинченко Игорь и Дим Мадвали. Вот наш домик, вот наш окна, первый этаж, да, вот видите, телевизор у нас, Сева вот с собой еще ноутбук взял на ноутбуке, там, фильмы смотрим. К сожалению, мы не можем зайти в комнату так, так как у моего соседа, у Сева, у Нашумкова сегодня бой, он настраивается, спит, как бы, восстанавливает, набирает сил, отдыхает, так что вот сегодня, кстати, вот поедем, он в вечерней программе, поедем болеть за него. Пресс можно делать, брусья, вот брусья, потом работают на плечи, я вижу, турник, но особо, как бы, я не занимаюсь на таких площадках, у меня в зале, как бы, специализированная школа, у меня, то есть, и качалка есть в городе, и все, как бы, позволяет для тренировок. Но, я думаю, на улице все равно для поднятия здоровья, для тонуса, я думаю, и полезно, полезно заниматься. Я думаю, приносит, да, пользу. Это кактус, это алоя. Здесь, как бы, мы тоже тренировались на улице, делали скоростную работу, ускорение, и каждый день у нас в 7.30 Виктор Борисович, Фархудинов, главный тренер, делаем здесь зарядку, растяжку, у кого есть лишний вес перед вешиванием, как бы, чуть-чуть стряхиваемся, тренируемся. Говорит распорядок дня, кто в какой паре боксирует, кто с кем боксирует, в каком углу. Вот, каждый день, так скажем, утренняя наше место встречи. Мешки, мешки хорошие, мягкие, то есть, ну, не травмируешься такие мешки, а то есть мешки жесткие, они прям, в них бьешь аж через бинты, через тейпы, кулаки аж болеют, начинают через перчатки. А так хорошо, вот здесь мешки, там у нас вот другая площадка, вот травка. Можно после тренировки хорошего поваляться, хорошую растяжку сделать. Тем более, погода позволяет, солнышко нагревает, травку, как бы, хорошо. Сегодня, вот, кстати, вот на зарядке, как раз тренер сборной России, наш Виктор Борисович, сказал, что мы 25-го улетим в Москву, и 5-го марта мы уже встречаемся с сборной Беларуси, стенка на стенку у нас будет в Самаре бои уже. Только уже будет не 3 по 3, а по 4, 4 по 3. Такие полупрофессиональные бои будут тоже, как бы, набираем бои, чтобы перед чемпионатом мира уже быть, ну, все уже на 100% были готовы. А расскажу, вот, смотрел, где чемпионат мира по футболу, и как на тебя сборная Марокко впечатлилась? Ну, вот, мы как раз находились на сборах в этот момент, у нас был первый этап такой подготовки, так скажем, то сборную собирали, были в Кисловодске, и как раз вот наблюдали за чемпионатом мира. Ну, для меня, знаете, честно, команда Марокко, это такие, как темные лошадки, такие, которые стрельнули, и я был в шоке, если честно, как они играли, и у них реально игра была хорошая, что вот взять Саудовскую Аравию, как они Аргентину выиграли, для меня это тоже такое, ну, сенсация была, то есть, ну, как бы, такие маленькие страны и показали хороший уровень футбола. Некоторые спортсменки, которые выбыли, они уже купаются, ну, водичка такая, прохладненькая, как бы, не для купания сейчас. Но, как я и обещал, если я выиграю турнир, я прыгну в бассейн и скупаюсь. Дорогие зрители, завтра уже начинается финал в YouTube-канале, смотрите, болейте за нашу сборную, я надеюсь, мы тоже вас постараемся не подвести и заработаем, как много больше золотых медалей.